на канал из агент поступил такой вопрос какой смысл жизни инвалида кто-то пишет что сделали неудачная операция на позвоночнике и чек стал бездвижным и даже появляются мысли о смерти и возникает вопрос самый главный а зачем я живу ну во первых скажем так что жизнь она не нам принадлежит она все же божия нам господь и дал и каждый человек имеет свою миссию на земле свои предназначения мы может до конца не понимаем еще какое но постепенно по мере того как мы живем особенно если мы живем стараемся жить по правде во христе такое предназначение конечно раскрывается постепенно человек как лучик господь зажигает его когда-то этот лучик светит бесконечность жизнь никогда не про не прекращается она никогда не заканчивается на земле она только временное разлучение с телом потом мы верим воскресенье мертвых и жизнь будущего века поэтому смысл жизни он не локализуется только на землю он все же простирается еще вечность если нам что-то на земле сокрыто непонятно то вечности постепенно будет открываться как но все мы узнаем свое время какой смысл жизни у инвалида у нас когда что люди тяжко болящие которые не могут собой ухаживать зачастую ограничены своих способностях люди непростые в том плане что они богом посылаются на землю посылается чтобы на земле не скудивала любовь чтобы на земле не скудивала милосердие чтобы мы все учили состраданию они как ангелы божии которые приходят на землю чтобы призывать нас к небу и видя на виде страдания этих людей видя как они несут свой крест назидаясь у них зачастую мы сами становимся крепче и совершений и и ближе богу но ты человек становится инвалидом вдруг на фоне полного здоровья как и как ему быть как найти смысл жизни но здесь ответ возможен только в духовном плане смысл жизни земной он очень такой временной очень такой заканчивающийся быстро настоящий смысл жизни которые бывают только в вечности когда вы со христом с богом он постоянный он никогда не закончится он никогда не не скользится он всегда будет нас поддерживать поэтому когда случилась такая беда случилась такая болезнь надо обо всем духовно рассуждать не по-человечески как мы привыкли не по земному а именно по духовному ну что можно сказать во первых господь попустил мне ту или иную болезнь попустил значит ну кто я такой чтобы отвергать то что господь дает у меня есть два варианта один вариант я буду роптать возмущаться я буду обижаться на бога на жизнь на людей тогда это болезнь будет не разрушать другой вариант принять ее и терпеливо понести этот вариант есть время крестоношения потому что когда мы терпеливо не всем что-то ради христа то нам господь помогает в этом и тогда она становится легче не болезнь становится легче она душе становится легче понятней и постепенно вырисовывается смысл нашей жизни а смысл нашей жизни будь то жизнь инвалида или жизнь обычного человека это бога общения это стяжание благодати духа святаго это в конце казалось спасение нашей души когда мы переходим на эти категории когда мы ищем главное то постепенно главное и раскроется в нас господь говорит стучите творят вам ищите найдете и вообще собственно говоря на начать терпение когда случается какая-то скорбь когда случается болезнь нужно заложить основу нашего спасения это терпение господь сказал что терпением вашим спасайте души ваши внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео